Девушки отдыхают Да, я знаю. Моя жизнь – это мечта. Сегодня Токио, завтра Стокгольм, через неделю Рио-де-Жанейро и красивые мулаты. В общем, если ты пилот, весь мир у твоих ног. Блин, Мить! Полин, срочно вызывает Степанов. Степанов? Зачем? Не знаю. Сказал срочно и чтобы ты была обязательно в форме. Что, прям так и сказал? Обязательно в форме? Да. Полин, а самолёты кто сажать будет? Ну, разберись как-нибудь. Ты же у нас инженер. Полином! Грета, ты куда летишь? Это я ещё не лечу. Ну, скоро! Да! Степанов вызвал меня к себе в кабинет. Он сказал, чтобы я пришла в форме. Он ставит меня пилотом на рейс! И ещё я беру у вас свой экипаж! Толян, 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 стой! О, Полинка, садись, подвезём! Серьёзно? Да, через терминал сейчас не пробиться. Там же с бурта я приехал. Встречай, я с них набилась кошмар. С палками, с камнями. Куда торопишься? На встречу. Я её ждала всю жизнь. Ну, всё? Тогда притягивайте! Виктор Юрьевич, звали? Я. Готовы. Здравствуй, Полина. Я Полина Овечкина. Очень приятно. Я ваш второй пилот. Олеся. Очень приятно. Полина, у тебя какой размер кителя? 42-й. Лично. У Олеся тоже 42. Олеся фотомодель. Будет сниматься для нашего нового календаря. Мы хотели попросить у тебя китель на один день для съёмок. Виктор Юрьевич, вы шутите? Конечно, серьёзно. Вы что, не пилот? Нет. Я модель. Какое у нашей авиакомпании красивое лицо. И тупое. Это что за овца? Это не овца. Это Овечкина. Наш лучший стажёр. Мечтает стать пилотом. Ну, характер такой. Вся в папу. «Овца» МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что делаешь? Ну, да. Позавчера подсыпал одной девчонке тапрадузяк в коктейль. Так, сработал? Ну, да. Пока я ходил в туалет, она замутилась барменом. Максон, мы же грузчики! Мы грузчики! А пока я здесь вижу только одного грузчика. Слушай, братан, ну, я просто не очень люблю вот эти рейсы из Таиланда. Вроде берешь в руки сумку, а она на самом деле чемодан. Так вот, мы грузчики, это наше оружие. У меня есть козырный прием, называется подкат на чемодане. Что такое? Представь, девушка в аэропорту сама забирает свой багаж. Девяносто процентов у нее нет мужика. Ну, потому что он не приехал ее встречать. Логично? Логично. Она в этот момент беззащитна. Логично? Логично. Спасибо за mike с 1 bullets! Привет! В кузыске, в кузыке & кузыскате. Привет! Еще разговаривающие я program instructorу с 1 штукомками. Субтитры создавал DimaTorzok Бабуля? Ну там я просто помог, просто помог Подкат на чемодане Что, классная схема? Как я сам об этом не додумался? Ну потому что думать в нашей паре должен я Николаич! А, че надо, Толя? Принимай бутеры! Ну что, Касаткина, неплохо, минус килограмм Конечно, я уже сутки ничего не ем и не пью И воздухом стараюсь не дышать Дыши, только не переусердствуй Остряк Ну что, Глушко, чем ты нас сегодня порадуешь? Ого! Плюс пять кило за два дня Ты что, ешь кирпичи? Это я не ем кирпичи Меня немножечко бросили, я стрессанула А-а-а-а Я понимаю тебя Жанна Но твой вес мешает нам взлететь Максимально допустимый вес команды бортпроводников И их багажа четыреста тридцать пять килограмм А сейчас получается четыреста тридцать девять Ну я надеюсь, ты уже успела посчитать, сколько тебе придется сбросить за ближайшие сутки Никита, ты же понимаешь, что это дискриминация по объему талия? Это спарта, Жанна Жирных и некрасивых Я сбрасываю с эшелона Я красивая Рыжий нарцисс Гаврюшина, на весы Виктор Юрьевич, простите меня, пожалуйста Я не сдержалась Полент, я просто хочу пойти и спокойно поесть А я просто хочу летать! Это не нормально! Все мои однокурсики уже пилоты, и только я пилот тренажера При том, что я с пяти лет знаю, какой кнопкой открывать закрыл Да, потому что твой папа брал тебя в кабину И он нарушал закон, он разрешал тебя нажимать на разные кнопочки Да, и если бы мой папа сейчас был здесь, ему бы очень не понравилось Что его лучший друг, вместо того, чтобы помочь его дочке Отдал китель какой-то белокурой швабре Это я не хотел тебе помочь Да ты не представляешь, сколько раз я искал тебе первого пилота Я его у всех спрашивал Ну, ты же женщина, ну пойми А ты представляешь, как относятся мужики к бабе за рулем? Я уже не говорю про самолеты Значит, в этой авиакомпании у меня нет шансов Я увольняюсь Полина! Виктор Юрьевич, я увольняюсь Я с этим психом в одну кабину больше не сяду Вот заявление, прощайте С каким психом? Гена, ну ты-то хоть С каким психом? Да есть тут у нас один На грузовых перевозках Кулагин Никто с ним ужиться не может Вот шестое заявление за год Хотя пилот первоклассный Может быть, этот Кулагин согласится летать на гражданских рейсах? Нет, ну ты что? С одним ужиться не может А там двести человек за спиной Не-не-не, Полин Я с ним договариваться не буду Я не смогу Значит, я договорюсь Я уверена, он нормальный человек Долбанная гидравлика Бонжур, дамы и господа С вами говорит капитан воздушного судна Кулагин Алексей Мы совершили посадку в аэропорту города Москвы Погода замечательная Слякоть, дождь плюс десять Атмосферное давление в норме Я надеюсь, вам понравились наши еда, напитки Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию Да, и весь полет мечтал вам сказать Вы все козлы! По-моему, они сломаны Да что ты Я уже два часа не ем, ничего не меняется Вот бы мне быть такой худой, как ты Если тебе станет от этого легче, я была точно такая же, как ты, пока не пошла работать в стриптизе Ты работала в стриптизе? Да, а что такого в этом? И представляешь, тоже была стюардесса Форма только немножко покороче, снималась полегче Слушай, а ты так похудела, потому что… Потому что шест, отличная штука для сгона веса Ага Хочешь, я тебе дам телефон инструктору? Алексей! Здрасьте! Я тут Здрасьте! Если вы за козлами их увезли, они кое-что оставили тут для вас Лопата справа Вообще-то я второй пилот Потенциально Меня зовут Полина Овечкина Кулагин, что надо? Знаю, надо зашить Алексей, я вижу, вы человек простой Я тоже человек простой У меня для вас отличное предложение Карьерный рост Вместо того, чтобы летать на этой воздушной ферме Ты че? Как ты назвала сейчас? Мою ласточку Я поняла, вы очень прикипели к своему воздушному судну Но я предлагаю вам новый комфортабельный Боинг Красивые стюардессы, вкусный чай И меня В смысле, мои услуги в качестве второго пилота А можно для начала другую услугу? Услугу уборщицы Вы хотите, чтобы я тут убралась? Я хочу, чтобы ты отсюда убралась Давай, дуй отсюда Хам Вы уверены, что вы не хотите летать на Боинге? Я не собираюсь я летать на ваших долбаных маршрутках Твою мать Ну, ты представляешь? Неужели прям так и сказал? Моя мечта разбилась о какого-то гоблина Ну, подожди, во-первых, еще ничего не разбилось Ну, ты ж профессионал Ну, докажи ему, что с тобой круто летать Настя, ну как? Он после этого разговора со мной даже в самолет не зайдет Вечно одно и то же говорит Девчонки, почему он не летит? Привет, девчонки Прикиньте, сегодня улетал замдиректора аэропорта А у него с собой был енот на поводке Так этот енот, ну, у них, как известно, пять пальцев Отвязался и убежал Забрался в контейнер с шубами, его закрыли И улетел енот в Ереван с зайцем Ну, енот с зайцем в Ереван Подожди, как енот в самолет попал? Забрался в контейнер, они же на погрузке открытые стоят Заходи, не хочу Не работает твой подкат на чемодане, предлагаю помощь, все отказывают Максон, ты не должен предлагать В смысле? Женщина, она как чемодан, ее надо брать не спрашивая Это все подсознание, я же тебе говорил На подсознательном уровне тот, кто спрашивает разрешение, тот плохой любовник Ты что, плохой любовник? Я-то нет, ну... Не плохой же? Плохой Я понял схему Ну все, давай в багажник казну Привет Ой, что делаешь, отдай Не отдам Я хороший любовник. Отдай мне! Не кричи! Настя, у меня к тебе вопрос-предложение. Очень внимательно слушаю твой вопрос-предложение. Здесь недалеко открылось новое отличное кафе с китайской кухней. Слушай, ну, если бы ты меня позвал еще в какую-нибудь Останкинскую башню, я бы еще подумала, ну, китайская кухня, это реально перебор. Ты специально так говоришь, знаешь, что у меня боязнь высоты? А, дай-ка я подумаю. Да, я специально это говорю, потому что не хочу, чтобы за мной ухлестывал трус. Я не трус, это фобия. Значит, я не хочу, чтобы за мной ухлестывала фобия. Настя, я не фобия. Леха. Ну? А куда сегодня-то летим? Белые медведи пожрали запасы полярников. Они там уже неделю голодают. Кто медведи? Полярники, Семенов. Полярники. Все, хватит болтать, взлетаем. Некогда. Эй! Псс. Псс. Эй! Помогите! Придурок, а! Как я понимаю, вы испытываете безотчетный страх перед высотой, но отчаянно хотите пригласить девушку на свидание в самую высокую башню Европы. Там ее любимый ресторан. Ну что ж, в таком случае я предлагаю использовать гипноз. Вы хотите ее загипнотизировать, чтобы я ее... Это вообще этично? Нет, я предлагаю загипнотизировать вас. А, меня? Меня, пожалуйста. Отлично. Но сначала мы должны определить стоп-слово, с помощью которого я смогу вас позже разблокировать, чтобы избежать нагрузки на нервную систему. Это должно быть редкое слово. А пусть будет фрактал. Вряд ли Настя его знает. Ну что ж, приступим. Раздевайтесь. Сконцентрируйтесь на часах. Сейчас я сосчитаю от пяти до одного. Когда я дойду до одного, вы будете уже под гипнозом. Пять. Четыре. Три. Два. Вы не боитесь высоты, Дмитрий. Высота боится вас. Вы не боитесь высоты, Дмитрий. Высота боится вас. Вы больше не боитесь высоты. Точка. Просыпаетесь, открываете глаза. Как вы себя чувствуете? Вроде ничего не изменилось. Наверное, надо проверить. Я не боюсь высоты. Высота боится меня. Спасибо. Я очень за вас рад, Дмитрий. Но выходить из моего кабинета лучше через дверь. Согласен. Галя, вот вращение, оно либо есть, либо его нет. И в данном случае у тебя его нет. Посмотри, как Яна вращается. Здравствуйте. Николай. Я Жанна. Я от Насти. Я вам звонила. Попал то лишний килограмм. Повернись. Это от мамы досталось. У Гали от бабушки. Она же не на это. Будем избавляться от маминого наследства. Ты готова умереть? А вариант, что я буду и живой, и худой, вы не рассматриваете. Ничего не сгорело? Нет. Значит, это не венцеральный жир, а подкожный. Николай, вы могли бы, пожалуйста, особенности моей фигуры не обсуждать при всех? Извини, конечно. Но, видимо, в твоем случае интенсивные тренировки не дадут быстрого результата. Слушайте, если это опять умирать, я… Нет. Тебе нужно будет просто расслабиться и лежать. В спокойной обстановке. Желательно, у меня дома. Что? Вы зовете меня худеть к вам домой? Да он тебе секс предлагает, как я раньше не догадалась. Ну, правильно. Секс всю ночь отличный фитнес для тела. Настюх, я правда не готова. Я толстая. Я постесняюсь раздеться. Мне сначала нужно похудеть. Но он для этого тебе его и предлагает. Не понимаешь, что ли? Ты мне скажешь, тебе вообще работа нужна или нет? Знаешь, сколько еще бывших стриптизерш мечтают стать стюардессей? Так, короче, соберись. Ты тигрица, слышишь меня? Тигрица. Я тигрица. Ладно, хорошо, все, я решила. Ладно, я это сделаю. Настя. Что случилось? Я все решил. Москоу-сити. 42-й этаж. 20-15. Столик у окна. На Дмитрия. И не опаздывай. Семенов. Семенов. Семенов, твою мать, спишь, что ли, там? Да, Леха. Сейчас тушенку будем сбрасывать, одичалом, по моей команде. Нет! Тут, походу, енот какой-то. Что? Енот ты, что ли? Я не енот. Я Овечкина. Я здесь для того, чтобы поговорить с Алексеем Кулагиным. Леха, какая-то девушка в контейнере. Говорит, что к тебе. Да кого хрена? В контейнер забралась. Мы его сейчас бросить должны. Я хочу доказать, что я простианал. Поверь, увидишь меня в кабине, сам захочешь со мной летать. Только для начала откройте меня, а? Вот дура! Послушай, ты вообще в курсе, что нам ключи от этих ящиков не дают, чтобы мы не позарились на эту гребаную тушенку. Поняла ты? Что? Подожди, ну я же не полечу вместе с этой тушенкой вниз. Еще как, полетишь, у тебя выбор есть. Ну разобьешься ты, баба дура московская. Зато я спасу 20 полярников в цвет российской науки. Поняла ты? Кулагин, ты же шутишь? Конечно, шучу. Ладно, не переживай. Контейнеры на парашютах, приземлишься мягко. Держись там крепче. Ты же не собираешься реально меня сбросить вниз? Послушай, я не могу не сбросить тушенку с колотным полярником. Это не шутка, поняла? А я что, шутка? Кулагин! Нет, не держи. Пришлю за тобой вертолет, как приземлишься. Давай. Кулагин, ты больной, я не тушенка! Полетел. Пытался отнять мой багаж, тащил меня куда-то. В общем, вел себя неадекватно. Да это схема такая, подкат на чемодане. Об этой и других схемах отъема чужого имущества ты расскажешь совсем скоро, на суде. Колян! Колян, скажи ей! Девушка, вы знаете, это мой брат. Он просто с особенностями развития, ну, сами понимаете, семилетний ребенок в теле взрослого человека. Я за ним приглядываю. За ним все время нужен глаз да глаз. Я вот буквально на секунду отвлекся, и видите, что случилось. С ним все время надо быть рядом. И у меня поэтому и никакой личной жизни нет. Я с девушкой-то на свидание последний раз ходил три года назад. Поэтому, может, и правильно, что его посадят. Все-таки под присмотром будет, плюс еда на постоянной основе. Да, так, наверное, будет лучше для всех. Амитя, прости, с ужином у меня не получается. Настюш, с тобой я и на полдник согласен. Главное, в душе ужин. Ну, это хорошо. Я даже и представить не мог, что отсюда город такой красивый. Представляешь? Я живу на первом этаже, и так высоко еще никогда не поднимался. Да ты что! Слушай, ну, главное, ты поднялся в моих глазах. Правда? Да. Ты куда? С ума сойти! Митяй, ты же на табуретку боялся встать! Любовь побеждает фобии. Потанцуем? Давайте поблагодарим наших старых, добрых друзей. Группу «Фрактал». Что случилось? Фрактал? Что с тобой? Что происходит, Митя? Фрактал. Что? 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 Группа «Фрактал»! А, Митя! Мне нужно вниз! Где лестница? Настя! Где лестница? Лестница! Да, Настенька, прогресси, пожалуйста! Мне нужно вниз! Пиджак? Не-не, не пиджак, это все нормально. Я работала с трепетизершей, все хорошо. Привет. Проходи, раздевайся. Что, прям так сразу? Тише ты. Друзей испугаешь. Каких друзей? Да не шумно. Чуть-чуть левее. Да, нет, правее. Это щекотно. Ой, направо, направо, направо. Какой же это кайф. Ой, я еще никогда такого не испытывала. Твои друзья действительно знают свое дело. Согласен. Сам пользуюсь пиявками. Они отлично высасывают жертвы. А почему вы мне сразу не сказали, что это они? А то я уже потом. Ну, сейчас такие девушки пошли. Они скорее на секс согласятся, чем на пиявок. Ты ведь тоже так подумал? Нет. А вы могли бы мне, кстати, парочку добавить, пожалуйста? На ягодицы? С удовольствием. Центр услышал нас. Прислали проститутку. Простите, божики, я не проститутка. Вам тут еду прислали. Ладно, не расстраивайся. Толян, спасибо, что вытащил. Я этой схемой с чемодами больше пользоваться не буду. Лучше уж одному, но на воле. Слушай, ну, есть другая схема. Называется «слабоумный брат». Работает сто процентов. Только что проверь. Сам ты слабоумный придурок. Чего ты обижаешься-то сразу? Ну, давай не слабоумный брат, давай брат-хипстер. Отвали. Брат-грузчик. Груз, откнись и отвали от меня. Брат, который сестра. Да я его тоже сам так зашел. Я тебе перезвоню. Девчонки Юрьевич, здрасте. Здравствуй, Леша. Здрасте. Вот уж не ожидал, что согласился летать на гражданских алиолиниях. Тем более с женщиной-пилотом. Молоток. Просто молоток. В смысле? Я? А ты что, не знал, что ли? Спокойно. Слышь ты, ты же не хочешь, чтобы Степанов узнал, какие нравы царят в Заполярье и как я там оказалась? Тебя лицензии лишат. О, мы решили поиграть в предательство. Давай-ка не смеши меня, ты на это просто не способна. Кулагин, я вчера ела сырую оленину, потом убегала от белого медведя, а потом меня чуть не изнасиловали полярники. Я способна на все. Иди. Ну, вот и ладненько. Я рад, что вы нашли общий язык, что вы договорились по этому властью данной мне авиакомпании «Восторгавия» объявляю вас первым и вторым пилотом. С этой минуты вы экипаж. Поздравляю, поздравляю. Я пошел, у меня дела. Виктор Юрьевич, это было... Леша, все. Поздравляю. Знаешь, красавица, это, конечно, все весело, здорово, но ты и дня у меня не протянешь, сама свалишь, понятно? Как там тебя? Овечки Наполина. Второй пилот Овечки Наполина. Овечки Наполина. Овечки Наполина. Приятного апельса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...